Приветствую вас, дорогие предприниматели. Меня зовут Светлана Шадрина. Я уже 15 лет работаю в консалтинге и помогаю развивать бизнес с самым различным компаниям, отдельным предпринимателем, в том числе имею собственную фирму. Насколько я понимаю, бизнес-идея у вас уже родилась, и теперь наша с вами задача разобраться, для кого же это бизнес-идея, кто ваша целевая аудитория. Этот термин, скорее всего, вы очень часто слышали и, возможно, особенно рекламщики часто вас спрашивают, а кто ваша целевая аудитория, кто ваша ЦА, как они любят сокращать. И по опыту знаю, что немногие предприниматели на самом деле понимают, для кого создан их бизнес, для кого предназначен их продукт. Давайте в этом разберемся. Итак, у нас есть представление о том, что собой представляет наш продукт. И мы понимаем, что его могут купить, например, жители Архангельской области. Но, скорее всего, он заинтересует только определенную группу потребителей. И вот те, кто потенциально заинтересован вашим продукте и будет называться вашей целевой аудиторией. Но идем дальше. Возможно, среди всех жителей Архангельской области, которые, например, употребляют зерновой и черный хлеб, ну, примерно процентов 50 является вашей целевой аудиторией, но вы не до всех можете доставить ваш продукт. Тогда возникает вопрос, кто ваш потребитель? И вы начинаете сужать свой рынок. Это у нас называется сегмент рынка или сегментирование рынка. Если у вас есть возможность, вы, соответственно, поставляете товар всем потенциальным потребителям. Но если у вас нет такой возможности, вы выбираете отдельный сегмент и работаете только с ним. Сейчас вы увидите один слайд. На нем как раз изображено весь рынок, все ваши потенциальные потребители. Дальше целевая аудитория, тот, кто потенциально заинтересован в вашем продукте. Среди них вы можете выделить несколько сегментов и работать с ними одновременно. И внутри этих сегментов вы можете еще выделить более узкую категорию потребителей, которую мы называем рыночная ниша. Приведу в качестве примера. Вы отлично шьете и создали идею «хочу шить одежду для детей», для новорожденных. Соответственно, вашими потенциальными потребителями могут быть все молодые родители Архангельской области. Ну и бабушки, дедушки, соответственно. Но в поисках вашей рыночной ниши, понимая, что конкуренция на рынке очень высокая, вы принимаете решение, что вы хотите шить одежду для недоношенных детей. Вот в этом случае вы для себя выделили только часть рынка, и мы это называем «рыночная ниша». Теперь, соответственно, вы можете выделять для себя, что есть потенциальные потребители, а что ваши целевые потребители в зависимости от той идеи, которая у вас есть. Теперь давайте разбираться, а зачем нам знать портрет нашей целевой аудитории? Все просто. Первая основная причина – это возможность экономить ресурсы, потому что вы не обладаете свободными средствами, которые хочется тратить направо и налево. Соответственно, если мы знаем, для кого мы работаем, мы уже более точечно и взвешенно будем принимать решение о том, куда направлять свои ресурсы. Элементарно. Тысяча потребителей в каком-то районе потенциально существует. И представьте, вы отправите тысячу смс, а на самом деле готовы покупать ваш товар, ваш продукт всего 50 человек, и тогда целесообразно отправить только 50 смс. Это для того, чтобы вы просто понимали эту разницу. Кроме того, зная своего целевого потребителя, вы будете менять свой продукт, свое ценовое предложение. Вы будете знать, где его искать, в интернете или наоборот, надо поставить магазин, где как раз идет трафик основной ваших клиентов. Вы будете принимать абсолютно все решения в бизнесе в зависимости от того, для кого вы работаете. Ну и кроме того, знание целевой аудитории позволит вам быстрее понять, а как продвигать свой товар, то есть как донести идею о том, чтобы они купили ваш продукт, потому что вы будете знать, где они обитают, что они любят, на что они реагируют, почему они покупают ваш продукт. В качестве примера сейчас я вам покажу достаточно распространенное сегодня явление шоколад. Сегодня очень много всякого шоколада. И сейчас плитка, которую вы увидите первой, давайте разберемся, для кого она. Ну, скорее всего, это для девушек и женщин, причем старше 20 лет, которые готовы поздравлять мужчин, например, с 23 февраля, 14 февраля, другими мужскими праздниками, либо же дарят этот шоколад на день рождения. Соответственно, это целевая аудитория данного шоколада. И вы видите, как упаковка создана с учетом знания этой целевой аудитории. А теперь посмотрите на вторую плитку. Ее уже может покупать как мужчина, так и женщина. И дарить не только по поводу праздников, но и просто для поднятия настроения. Что в этом случае мы понимаем? В первом случае вам нужно выпускать меньше этого шоколада, потому что его потребляют реже. Во втором случае вы можете производить больше этого продукта, потому что он будет пользоваться большим спросом. Вот для чего, опять же, нам нужны знания наших целевых потребителей. Опять же, вы, скорее всего, создавая свой продукт, уже думали, кто будет его покупать. И, скорее всего, выделяли такие критерии, как пол, возраст, семейный статус, место проживания. И все это называется критерии сегментирования. Их очень много. Сейчас на слайде вы увидите, на какие группы делятся критерии сегментации. Что для нас важно? Это все варианты сужения группы потенциальных потребителей. И это все нам нужно только для того, чтобы, определяя эти характеристики, знать, где потом искать и собирать информацию о наших потенциальных клиентах. Соответственно, резюмируем. Мы понимаем, кто наш клиент. Мы знаем, по каким критериям мы хотим выделять нашего клиента. Понимаем, какая информация нам доступна. И дальше у нас стоит другая задача. Понять, а где же мне взять данные про мою целевую аудиторию. Конечно, самое замечательное, если вы можете позволить себе маркетинговые исследования. Они есть уже готовые. Можно провести собственные маркетинговые исследования, но это достаточно дорогое удовольствие. Конечно, вы можете попытаться пронаблюдать, что же происходит у конкурента. И тогда взять эту информацию для своего бизнеса. Но, ко всему прочему, добавляется и третий вариант, который доступен каждому из вас. Это путь экспериментов. То есть у вас есть идея. Вы поняли, для кого вы хотели бы эту идею донести. Для кого вы создаете свой продукт. И вы начинаете первые продажи в духе тестирования. И смотрите, отреагировала ли аудитория на этот продукт. Если у вас пошли продажи, значит вы действуете верно и продолжаете действовать в этом направлении. Если же продажи не идут, значит вам вернуться надо на шаг назад и разобраться, все ли нюансы вы узнали о своей целевой аудитории. Итак, мы уже с вами говорили, что только вы принимаете решение о том, как вам устраивать свой бизнес. Вы можете предлагать товар сразу всему рынку, либо можете предлагать только отдельному сегменту или отдельным сегментам рынка. То есть взять сразу несколько групп потребителей в работу. Все это зависит от того, насколько у вас хватает в первую очередь ваших ресурсов. Насколько вы готовы предлагать нужное количество товара на рынок тем сегментам, которые сегодня существуют. И здесь я вас попрошу не забывать о том, что все должно идти от вашей цели. Недаром и понятие называется целевая аудитория. Вы всегда должны понимать, какая цель стоит у вашего бизнеса. Если вы хотите работать для того, чтобы у вас было много потребителей, много контактов, вы, скорее всего, будете снижать цену на свой продукт, делать его более доступным. И тогда это одна история. Возможно, прибыль у вас даже будет меньше, чем у ваших конкурентов. Если же наоборот, вы ставите себе цель зарабатывать очень много денег, соответственно, прибыль должна быть максимально возможной. И тогда вы будете, скорее всего, сужать свои интересы до потребителей с доходами выше средних. И в этом случае количество продаваемых товаров будет ниже, но за счет цены и всего остального вы будете получать большую прибыль. Соответственно, всегда держим в голове, какая у вас изначально цель в бизнесе. Ну и резюмируя то, что мы сказали. Итак, у вас есть идея, вы знаете, какой продукт хотите произвести, вы понимаете цель, которую вы ставите себе в бизнесе с этим продуктом, вы оцениваете, готовы ли вы работать со всем рынком сразу, или вы определяете для себя несколько более узких групп потребителей, сегментов рынка, с которыми начнете работу. И под этот сегмент рынка, зная их особенности, их предпочтения, то, где они обитают, вы будете уже менять всю свою историю с ценой, с каналами распределения товара, с доставкой, с упаковкой и с другими вещами. Успехов вам в вашем бизнес-развитии!